здравствуйте мои дорогие дядочки добро пожаловать ко мне на кухню сегодня я к вам с одним очень вкусным рецептом немецким традиционным осень на дворе и в это время у нас германии всегда выпекается свибелькухен свибелькухен это такого типа луковый пирог пришел он к нам в германию конечно с эльзаса с французской стороны но как-то укоренился и остался и к этому пирогу всегда подается молодое вино мост или как у нас говорят фейдевайса это как наше армянское натуральное молодое вино который мы называем матча самое вот первое вино как как по-русски не сможешь да точно брашка это брашка самое вкусное короче алкогольный компот все так давайте перейдем я вам покажу что мне нужно и уже сразу начнем готовить нам нужно конечно тесто тесто будет у меня дрожжевое и естественно сам состав лукового пирога лук и как это называется по-русски сало и копченое сало да у меня горячего копчения немцы любят обыкновенного холодного копчения сало но мы любим вот именно начинаем конечно же с теста сейчас мы поставим тесто так как это тесто дрожжевое оно должно почти часик подойти потом уже плавно перейдем к луку все поехали и так в первую очередь подогреваем молоко чуть-чуть до комнатной температуры и туда сразу же отправляем масло молоко немного подогрелось именно до комнатной температуры до растапливаем просто масло в молоке добавляем сахар и соль ли соль и сахар или сахар и соль разницы нет что первым переходим дрожжем просто вот так их дрожжи у меня свежие берем нашу смесь коктейль вот этот и поливаем вымешиваем тесто в этом тесте абсолютно нет яиц уже наверное заметили немножко крупный план у тебя именно на руки на тесто в том числе в том числе У Елины сегодня новый оператор. Не Елина сам. И конечно там что не так, не обижайтесь, первый раз, как говорится, в первый класс, будет теперь мой муж тоже учиться снимать, я его заставила. Все, тесто мое готово. Где-то 7 минут я его отбивала, отправляем в чашу, накрываем и ставим на 40 минут в теплое место. Так, все, отнесу в теплое место, сейчас приду, пока тесто подходит, начинаем шинковать лук, не нужно очень крупно и не мелко, нормально. Я уже жду, не дождусь, когда это будет все готово. Михалыч придет, стол накроем, а у меня еще чуть-чуть коньячка у вас осталось. Нет, какой коньяч? Федор Вайзен будем пить. А, совсем да. Брашку, брашку надо к этому делать. Ну, брашку мы вам найдем, а мы чуть-чуть покрепче. Да уж, да уж. Ладно, мы же много не пьем по 50 грамм. Да господи, мне не жалко. Так. Для расширения сосудов. Сосудов. Так, лук я нарезала, теперь переходим к самому главному. Это вот шикарная такая. Ой, ой, ой. Я уже все нарезала. Лук нарезанный, бесподобная ветчина нарезанная. Начинаем обжарку. Лук нам нужно просто немножко глазировать. Не нужно его сильно обжаривать, просто чтобы он немного глазировался. Лук нарезанный. Красота. Лук нарезанный. Я ее ставлю под видео в инфобоксе, так что она там стоит прикрепленная. Вот так выглядит. Оставляем немножко эту красоту, конечно же, остыть. Далее, теперь начинаем обжаривать сало. Немножко. Можно и без масла, но я добавляю немного. Вот не помню, кто-то из джанок написал, что у них тоже такая зарубня, такой грильницы вроде. Это как называется? Да. Вот это? Да. Тоже так сделано и все равно типа задувает. Не задувает. Не задувает ничего. Наверное, неправильно сделали. Извините, конечно, что говорю так. Вот у нас сейчас ветер, в принципе, да? И вчера был ветер, вообще ничего не задувает. Абсолютно. Так, все, обжариваем вот это тоже. Все, посмотрите, какие шкварки. Украине огромный привет от германских шкварок. Я знаю, что на Украине это дело любят, особенно с варениками. Я сама обожаю. Поэтому и говорю, обожаю украинские шкварки с варениками, с картошкой. А это вот немецкие шкварки тоже с пирогом будут. Очень вкусно, очень. Это божественный пирог, честно. С винцом у меня уже вот полный рот слюни. Все, готово. Тоже достаем. Достаем их прямо сюда. Какая прелесть. Размешиваем все это. И вот теперь соль, перчик. Перчика побольше, соли поменьше, потому что у нас сальцо вот это, оно уже и так очень пряное, очень ярко насыщенный вкус имеет. Поэтому немного будьте осторожны с солью. И естественно майоран немецкий. Вот в этой жаровне бы сейчас картошечку обжарить бы. О! И это сверху картошки положить очень кайф будет. Вообще кайф был бы. А чего бы сразу так не сделались? И не надо ничего. Никакой пирог. Это бы получил себе русско-немецкий, армянский, казахский. Да. Жарим и картошка. Ладно. В следующий раз сделаем. Да, да. В следующий раз. Так. Даем этому, вот этой массе теперь остыть. Черт. Вообще сказка. Все. Масса моя полностью готова. Теперь я вбиваю сюда два желтка. Только желтки. Сюда. Масса моя. И сметанка. Вот такая прелесть получилась Посмотрите Все Я уже форму подготовила с самого начала Вообще, если вы что-то делаете Сразу подготавливайте форму Это лучше, чем потом бегать и искать У меня форма на 30 Все, пойду за тестом Прошло уже 40 минут Тесто мое не совсем поднялось Оно и не должно совсем подняться Потому что 10 грамм дрожжей За 40 минут не поднимут ничего Так что не волнуйтесь Нормально все Немножко руки в масле Края формы смазываю Немножко тута Беру вот это тесто И начинаю Его вот так вот просто руками Раз Распускать, наверное, да? Раскрывайте Вы можете и так раскрывать Кто как хочет, так и раскрывает Конечно же, можете и искалкой Кто как хочет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, обсыпаем сыром Я сейчас быстро смажу Бока Желтком с молочком Можно просто молочком Чем хотите Вообще не обязательно смазывать Это я смазываю Просто немножко Выпейте края Все Красота моя готова Пойдемте выпекать Пошла наша красота Пошла печку Давай, как говорят Посмотрите на эту преместь Только посмотрите На эту красоту Вот такой вот красавчик получился Вот такая красота у меня получилась Посмотрите Это прелесть Вы не представляете Какой здесь аромат Это что-то божественное Это что-то вообще Сногсшибательное Ну, все знают Что такое обжаренный лук Со шкварками И какой аромат стоит Да Резать сейчас не буду Дам немножко остудиться И потом, конечно же, порежу И вам покажу И с вами вместе попробуем На этом я буду закругляться Огромное спасибо вам всем За то, что посмотрели Сегодняшнее видео За ваши бесподобные комментарии Спасибо от всей души От всей моей семьи Во главе с папой Все, мои дорогие На этом я вам желаю Всего самого-самого наилучшего Оставайтесь все в добром здравии Не болейте Не ругайтесь Живите дружно с друг другом Не обижайте друг друга Будьте человечны И толерантны Если вам понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь Пишите комментарии Делитесь со мной В Одноклассниках В Фейсбуке Ну, кто где может Там и делитесь А я на этом с вами прощаюсь Вернее Сегодня мы с Климом С вами прощаемся До свидания До следующих встреч Любим вас Очень Все Пока-пока До следующего встречи Так, ты сейчас Принесешь стаканчики Вот такой сегодня Я вам предлагаю Это Это немецкая брошка Вот этот Продается Только вот В это время Осенью Только осенью А в другое время Года вы Ну, когда сделали Свежее вино Вот как первый урожай Винограда собрали Сделали первый мочар И сразу Выкинули на рынок Давай 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 Давайте, за вас, джанульки Не болейте, самое главное Будьте всегда здоровы Вау, какая-то Классная Какое вкусное Вкусное, очень вкусное Сладкий компот Как будто яблочный компот Это что-то божественное Сладкий компот Сладкий компот Сладкий компот Сладкий компот И водку не надо Сладкий компот Сладкий компот